До 200 человек в день. Новый большой игровой комплекс для самых маленьких и детей постарше появился в Арджиникидзовском районе. В Магнитогорске полным ходом продолжается благоустройство территорий в рамках программы «Инициативное бюджетирование». Напомню, она реализуется в городе третий год при поддержке «Единой России» и губернатора Челябинской области. Новый игровой комплекс появился на улице Ударников, на стыке двух поселков – Карадырского и Новомагнитного. Жители частного сектора Левобережья не избалованы объектами инфраструктуры. Детских площадок здесь по пальцам пересчитать, а уж подобных комплексов тем более. Зато немало пустырей. Один из них было решено благоустроить. Площадка появилась в середине июня и за это время успела стать самым популярным местом у жителей. На ней уже провели четыре футбольных турнира. Сергей с двухлетней Аней приходит сюда каждый день. Всегда много детей здесь. Только построили ребятишки футбол, баскетбол и маленькие здесь по горкам все время бегают. Комплекс появился здесь благодаря программе «Инициативное бюджетирование». Жители сами выступили с предложением, подготовили проект, подобрали оборудование, а потом принимали активное участие в строительстве игровой зоны. У нас есть инициативная группа, 22 человека, и мы с ними встречались, обговаривали, ну как бы постоянно встречались и обговаривали, что, как, когда строилась эта площадка. Инициативная группа, ну прям буквально ходила с уровнем здесь, проверяли, как строится, как им что-то казалось не так с подрядчиком постоянно. Каждый день были на связи с подрядчиком, где-то какие-то замечания тут же они устранялись, где-то там жители выходили, помогали. В Орджоникидзовском районе на данный момент это один из самых крупных объектов в рамках программы. Всего в администрацию от жителей поступил 41 проект. 28 из них было одобрено и реализуется этим летом. Программа эта очень интересная, потому что строятся объекты полностью по желанию жителей. Вот, ну только жители должны не где-то там в сетях от нечего делать, что-то написать, а активно поучаствовать в этом. Должна группа инициативная собраться не менее 10 человек или ТОС, сделать проект, сделать смету какую-то, вот, доказать, рассказать, для чего это надо, кому это надо, что это действительно будет пользоваться спросом. Участие жителей на этом не заканчивается. Именно они будут следить за порядком на площадке. В скором времени они установят здесь видеонаблюдение. Кроме того, будут убирать и выносить мусор. А еще в планах благоустройство зеленой зоны недалеко от площадки. Инициативная группа планирует поставить лавочки и высадить цветы. Юлия Черешнева, Владимир Ровенский, телекомпания ТВИН.